Новая служба городовых вышла на улицы Красноярска. Напомним, это не полицейские. Городовые должны убедить бизнес и общественность активно участвовать в благоустройстве Красноярска. В итоге город надеются избавить от олиповатых вывесок, свалок на газонах, незаконной рекламы и торговли алкоголем. А сегодня ездили на стихийный рынок. Вместе с городовыми в рейде побывала и Регина Баймухаметова. 500, это 200, 150. Под заработать дачник Владимир решил прямо на дороге. Торговцы оккупировали подъезды к многофункциональному центру на 9 мая. И вечерами, по словам местных жителей, оставляют после себя горы мусора. Буквально в 10 метрах еще один рынок, цивилизованный. Здесь установили красивые прилавки с навесами от солнца. Каждый день убирают территорию. Но переселяться сюда торговцы со стихийного рынка все равно не торопятся. Продавцам объясняют, что их деятельность незаконна, а оставленный мусор – нарушение правил благоустройства. Вы же понимаете, что это, мягко говоря, неправильно. Я хочу и все. А на всех остальных мне все равно, извиняюсь. Вот так нельзя. Задача новой службы – координация работы органов власти, бизнеса и общественности в деле благоустройства и содержания территории Красноярска. Важно сформировать новую философию отношения к городу. Необходимо навести порядок возле своих объектов. Касается это всех. Почти по экзюперии. Привел в порядок себя, приведи свою планету. Я думаю, в совсем ближайшее время все-таки удастся переломить прежде всего философию людей, что все-таки город – это мой дом, это то место, где я живу. И надо к городу, к улицам города относиться так же, как к своей квартире, как к своему дому. В благоустроительных рейдах участвуют чиновники, студенты-волонтеры, преподаватели СФУ и полиция. Несмотря на широкий спектр задач бригад службы городовых, главное – наведение порядка в сфере благоустройства и содержания территории. У каждого района свой городовой – он или она. В советском районе городовым назначили женщину. Рассказывают, что раньше работала в административной комиссии, наказывала нарушителей штрафами. Теперь чаще удается справиться уговорами. Больше добросовестных, да. Если даже у кого-то есть замечания, подходишь, начинаешь разговаривать, тут же либо на месте исправляют, либо обязуются исправить. В ближайшее время, сразу через 2-3 дня, могут даже сами отправить фотоотчет. Предприниматели, которые разбивают газоны и наводят возле магазинов красоту, ставят пример. Тем, на кого никакие уговоры не действуют, городовой выписывает штраф. За мусор можно выложить от 1 тысячи до 100. Плюс за незаконную торговлю – штрафы от полиции. После общения с проверяющими, уличные торговцы на 9 мая начинают собирать вещи. А городовые в следующий раз поедут проверять вывески, фасады и газоны. Рейды в новых местах проводят каждую неделю. Регина Баймухаметова, Валерий Чащин, 7 канал.